Сколько биткоинов не перемещалось более 10 лет? Может ли эфириум обогнать биткоин? Разработчики Tron выпустили спецификацию нового стандарта NFT. Это и многое другое смотрите в нашем новом выпуске новостей. Рады приветствовать вас на канале Битсмедиа. По данным GlassNote, количество биткоинов, не перемещавшихся как минимум с 2011 года, превысило 2 миллиона. Более половины из них принадлежат Сатоси Накамото. Многие ранее майнеры могут до сих пор хранить биткоины, а некоторые потеряли доступ к своим кошелькам. Кроме того, число кошельков с балансом более 10 биткоинов упало до двухлетнего минимума – до 148 тысяч. Это говорит о том, что розничные инвесторы покупают биткоины у более крупных держателей, рассматривая его как средство сбережения. Это подтвердили и аналитики JP Morgan. В первом квартале 2021 года объем розничных инвестиций в биткоин превысил вложение институциональных инвесторов. Аналитик Миссари Райан Уоткинс предположил, что после развертывания эфириума 2.0 эфир сможет обогнать биткоин по капитализации. При переходе на Proof of Stake блокчейн эфириума, по его мнению, станет более безопасным, чем биткоин. Базовая экономика эфириума тоже изменится. Сжигание комиссий превысит эмиссию новых монет. С каждым годом количество эфиров будет уменьшаться, что сделает монету более дефляционной, чем биткоин. Уоткинс сказал, по ВВП эфириум конкурирует со многими довольно крупными странами, и люди могут зарабатывать себе на жизнь в этой экономике. Согласно индикатору Flippening Index, который анализирует ключевые характеристики этих двух сетей, активность в эфириуме на 65% превышает аналогичный показатель биткоина. А в феврале этот индекс достиг исторического максимума в 72%. В прошлом месяце Nvidia сообщила, что ограничит хешрейт видеокарт RTX 3060 и запустит специальные чипы CMP для майнеров. Эти драйверы должны были определять нагрузку на видеокарты, специфичную для майнинга эфириума, и ограничивать ее на 50%. Однако Nvidia выпустила экспериментальный драйвер для разработчиков без ограничения хешрейта. Пользователи сообщили, что драйвер для видеокарт RTX 3060 позволяет добывать эфиры с обычной скоростью 46 мегахешей в секунду и даже разгонять хешрейт до 50 мегахешей в секунду. Конкурент Nvidia AMD сообщил, что не станет ограничивать майнинг эфира на своих видеокартах. Компания лишь оптимизирует чипы для геймеров. Новые видеокарты AMD можно использовать для майнинга, но он будет менее эффективен, так как для майнинга нужна высокая пропускная способность памяти. Разработчики Tron представили спецификацию TRC721, первого стандарта для незаменяемых токенов NFT на блокчейне Tron. Стандарт полностью совместим с CRC721, используемым для создания NFT на базе эфириума. Коллекционные токены могут выпускаться на блокчейне Tron с помощью расширения TronLink для браузера Chrome. Для этого нужен минимальный баланс 350 TRX, около 18 долларов. А при выпуске токена пользователи смогут настроить его имя и символ. Учитывая, что на фоне бума DeFi и NFT комиссии за транзакции в сети эфириума резко выросли, новый стандарт Tron для NFT может усилить давление на эфириум. Банк Morgan Stanley предоставит своим клиентам доступ к трем фондам на основе биткоина. Два из них принадлежат Galaxy Digital. Эта услуга будет доступна в следующем месяце клиентам, передавшим в управление банка не менее 2 миллионов долларов, а инвестиционным фондам нужно держать в банке от 5 миллионов долларов. Счета клиентов Morgan Stanley должны обслуживаться в банке более 6 месяцев. Аккредитованные инвесторы с брокерскими счетами Morgan Stanley могут вложить в биткоин не более 2,5% от общей стоимости своих активов. Майк Новоград считает, что благодаря такому сотрудничеству с Morgan Stanley, биткоин станет повсеместно рассматриваться как самостоятельный класс активов. Благодарим вас за просмотр! Если хотите нас поддержать, ставьте лайк этому видео. Будем благодарны за любые отзывы как по нашей работе, так и по содержимому новостей. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok